Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Ничего нет лучше, когда в доме пахнет пирогами, пирожками, а у нас сегодня с вами будут рогалики с творожной начинкой. Итак, начнем готовить тесто. Добавляем в миску глубокую теплое молоко, дрожжи живые. У кого сухие 7 грамм, живые 25, сухие 7 грамм добавляйте. Дложечкой все разминаем до однородной массы, чтобы дрожжи разошлись. Добавляем одно яйцо взбитое, щепотку соли. Сразу добавляем весь сахар. растопленное сливочное масло. Тесто готовится безопарным способом. Сразу добавляем муку, просеиваем. Кто не уверен в своих дрожжах, может добавить немножко муки и оставить минут на 15. Если появится у вас процесс брожения, дрожжи у вас живые, поднимут тесто и уже можете добавлять остальную муку. Но мы сразу муку добавляем всю. Дрожжи проверенные. Замешиваем тесто. Также обязательно учитывайте момент муки. Я никогда не добавляю сразу всю муку. Оставьте про запас грамм 30-50. Не добавьте по рецепту. Посмотрите по консистенции в конце, как тесто будет у вас выглядеть. У меня жидковатое. Вот я добавила всю муку, согласно рецептуре. И уже замешиваем тесто. Сначала ложкой миски, потом на столе. Вымешиваем минут 5-10. Вот таким вот способом. И укладываем в глубокую мисочку. Смазываем растительным маслом тесто. Мисочку немножко. Закрываем пленкой, полотенечком и оставляем подходить на 45 минут. Через 45 минут вот тесто поднялось. Переминаем его один раз. Опять накрываем полотенечком и оставляем подходить еще на 30 минут. Тем временем будем готовить творожную начинку. Запариваем изюм. То есть помыли и заливаем кипяченой водой. Минут на 5-10. После чего водичку сливаем. В творог добавляем сметану. У меня творог домашний и сметана домашняя. Все жирненькое, конечно. Добавляем яйца, сахар. Как правило, на 300 грамм творога я добавляю 1 яйцо, 1 столовую ложку сахара. Это такой классический вариант приготовления как начинки, так и запеканки творожной. Все измельчаем. Обязательно щепотку соли добавьте, не забудьте. Добавляем 1 столовую ложку крахмала и изюм. Вот такой он прекрасный у нас, длинненький, но можно любой на ваше усмотрение. Размешиваем творог с изюмом, чтобы изюм разошелся по всей начинке. Вот тесто наше подошло второй раз. Такая вот красота получилась. Тесто нежное, пышное. И уже выбрасываем наши рогалики. Формируем примерно тесто где-то грамм 70-100. Смотрите, по желанию. Так тесто подхватили пальчиками и сжали кулачок. И у вас выходит вот такой прекрасный шарик. Подобрали пальчиками тесто. Вот так подвернули. Сжали кулачок и вот такой шарик. Потом просто ладошкой закатываете шарик. Пальчики подгибаете под тесто и крутите. И вот такая прелесть у вас получится. Все. Раскатываем. Делаем надрезы. Выкладываем начинку. Где-то две столовые ложки. Две, две с половиной. Начинки, конечно, не жалейте, но и много не кладите. Так как тесто тоненькое. Чтобы все было пропорционально, скажем как бы так. Подворачиваем. Защипывать не обязательно. Просто подвернули и прокатали. Все. Вот такой рогалик у вас готов. Не бойтесь, что что-то вытекит или еще что-то. У вас в твороге крахмал. Поэтому крахмал заберет всю лишнюю влагу. Ничего вытекать в процессе выпекания не будет. Вот накрыли. Закатали. Все. Рогалик готов. Смазываем желтком. Можно в желточек, в один желток также добавить одну чайную ложечку молока. Взбили и вот смазываем. Все. Пошли рогалики наши в духовку выпекаться 180 градусов. Вот до такого румяного цвета. Вот они уже готовы. Прекрасная сдоба, выпечка, отличная. С компотиком, с молочком, с чаем. Объедение. Красота. Готовятся очень просто, легко и быстро. Также с этого теста мы готовим ватрушки. Рецепт будет у меня на канале подробный. По приготовлению заходите, пожалуйста. Смотрите. Вот такой ассортимент можно сделать из одного теста и с одной начинки. До скорой встречи, друзья мои.